Всем добрый день! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 2 июля 2019 года. Я нахожусь на улице Бедного на часах 7 часов 25 минут. Ну вот, сейчас вот вы видите, да, улица в каком состоянии. Хорошо все проезжают. Ну, буду появляться здесь до обеда несколько раз для того, чтобы вам показать, что будет происходить в дальнейшем. Меня попросили все-таки сделать здесь репортаж. Еще раз добрый день, Оксана Антоновна. Я вас попросил сюда подъехать, чтобы вы прокомментировали. Хотел бы, чтобы вы прокомментировали. Это улица Бедного. И вот здесь постоянно, сейчас я буду выжидать момент, постоянно мне сказали пробки. И узкий проезд. Был момент, когда шел разговор о расширении улицы, о расширении именно проезжей части. По вашей памяти, помните ли вы, был ли вопрос этот, стоял ли во власти, пытались ли решать этот вопрос? Так, звичайно. Я могу сказать, что план был по Леваді такий, чтобы сделать в прошлом году реконструкцию всех улиц. Чуроевни, Вавилова, Головка, Бедного и переулок Грибальский. В переулок Грибальский и Чуроевни зроблена реконструкция. По улице Головка и Бедного на вересень минулого року по Бедному был готовый проект. И я дотична была до этого, так как депутат на Леваде. Левадой занимаюсь, занималась. И тому, звичайно, что я цікавилась тем, який проект, как он готовится, чи готовый, чи нет, на какой стадии. И поэтому я приходила до Костянтина Малька не один раз, и с ней никому спілкувалися. Поэтому, когда я пришла и сказала, что покажите мне на компьютере проект Бедного, и спросила, что это было еще на стадии его выготовления, то на тот момент его не было. Я попросила Костянтина Малька, мы поезжали снова на Бедного, и нашли, териториально увидели, где можно расширить улицу. То есть это в районе улицы Бедного, там на повороте, на Чуроевну выезд. То есть за счет этой аллеи, где растут дерева, потому что как раз между лекарной и поликлиникой, тут на егоще место, оно сейчас связано с тем, что люди приезжают, особенно в поликлинику, поэтому решение было принято, что в проекте на стадии его выготовления внеслись смени, и передбачено расширение улицы Бедного, и также облаштование еще по улице Бедного, уже ближе до выезда на проспект Вавилова, облаштование додатковых парковок, потому что парковок не хватает не только на Леваде, но и в этом месте. Что дальше с этим проектом, я не знаю, но на вересень минулого года он готов был на стадии проходения экспертизы. Если он прошел экспертизу, например, в прошлом году, и на реконструкцию, закладывая кошти в бюджет, соответственно, проектно-кошторисной документации, то логично, что в этом году эта реконструкция в этой улице должна быть сделана. Я не владею сейчас информацию, не знаю, возможно, она будет сделана еще у нас сегодня. Второе июля. Да, возможно, еще будет сделана реконструкция в этой улице. Я просто не могу вам про это сказать. То есть мы будем надеяться. Хорошо, спасибо. Надеяться, да. Сейчас на часах 9 часов утра. Ну и вот я вам показываю, сзади меня видите. Уже начинается, люди начинают парковаться. Это нормальное явление. Люди приезжают в больницу. Это нормально. Ненормально то, что на сегодняшний момент происходит с дорогой. Но сейчас я буду уже вылавливать эти моменты, вам критические показывать. Я уже пригласил Оксану Антоновну Дыркач. Случайно встретились, и у меня появилась возможность ее комментарий услышать. Вы уже его увидели. Ну вот, продолжаем работать. Ну вот, реально на данный момент получается одностороннее движение. В обе стороны не получается людям ехать. Приходится останавливаться, ждать, пока встречные пройдут. Ну вот, видите, дальше уже пробка организовалась. Ну и вот, к слову, о нарушении, не нарушении парковки вдоль этой улицы. Сзади меня видите знак. Но зона действия этого знака. Тут куча ответвлений, и тяжело понять, до каких пор он действует. На всю улицу или до первого поворота вправо. Ну, если до первого поворота вправо, то дальше, как бы, люди и могут парковаться. Тяжело разобраться. Но в то же время полиция никак не обозначается здесь, не останавливает правонарушение. Значит, это не является уже правонарушением. Много непонятного. Но улица узкая явно. Я работаю дальше. КОНЕЦ Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но власть не хочет об этом сегодня думать. Почему-то. Но ее так устраивает. Они здесь не мучаются. И плюс, я вам показывал, сегодня принято решение было... Ну, по-видимому, будут рисовать пешеходный переход. В самую жару, в самый солнцепёк. И в самое то время, когда самое больше машин проезжает. Тоже удобно, наверное. Ну, вот такая вот ситуация. Кстати, стоянка возле больницы битком забита. То есть, там машин уже стоит очень много. И реально, люди и паркуются вдоль этой улицы. Потому что припарковаться возле больницы негде. Всем хорошего настроения.